В конце прошлой недели съемочная группа телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» по приглашению жителей улицы Сибирской выезжала к ним, чтобы выслушать, с какими насущными проблемами молодые семьи с детьми и пожилые люди сталкиваются ежедневно. Надо сказать, перед объективом телекамеры предстала картина из ужасного месива грязи, глины и воды, называемая местными жителями дорогой. Именно по этому бездорожью дети ранним утром, когда еще не рассвело, в кромешной тьме идут в школу и детский сад. А вечером их родители, по колено утопая в грязи, пробираются на ощупь к домам после работы. Жители улицы Сибирской обратились в телекомпанию «Альтекс.Медиа», как в последнюю инстанцию, рассказав о своей тяжелой жизни, где нет дороги, уличного освещения и регулярно курсирующего общественного транспорта. По опыту своей деятельности отметим, таких улиц, как Сибирская в Артемовском городском округе, сотни, до которых, к сожалению, никому из чиновников и тем более руководству муниципалитета нет дела. Осветить проблему, поднять ее, чтобы хоть как-то растормошить наших чинуш и побудить их к действиям – главная задача и реальная возможность телекомпании. Надеемся, что, освещая развитие событий на улице Сибирской, жители подобных улиц Артемовского городского округа получат хороший опыт, как же бороться за элементарное качество жизни с в край оборзевшими чиновниками администрации АГО. Отметим после пятничного выхода первого сюжета «Альтекс.Медиа» о жизни на улице Сибирской. На проблемы ее жителей оперативно отреагировал не глава Артемовского городского округа и не кто-то из его подчиненных, а председатель Думы Артемовского городского округа Константин Трофимов. И, не откладывая свой визит, в долгий ящик отправился на встречу с людьми. Уже в понедельник. Со своей стороны жители улицы с нетерпением ждали визитеров. Нету никого вон еще. Люди уже собрались. Ждут его, этого чиновника. А его нету. Пробрались опять сквозь грязь и пучину старики. А их нет и нет. Царей этих. Царьков, пупков. Доморощенных, беспонтовых, казнокрадов. Повстречавшись с жителями, выслушав о проблемах людских и все, что они думают о чиновниках и руководстве муниципалитета, Константин Трофимов лично протестировал дорогу по Сибирской, проплыв ее на автомобиле от начала до конца. Придя в ужас от увиденного, председатель Думы связался с руководителем жилкомстроя Андреем Шуклиным. Обсудить, что же можно сделать и как решить назревшие проблемы. Кроме того, Константин Михайлович обозначил конкретную задачу – разобраться в вопросе перед депутатом с данного избирательного округа Александром Соловьевым. В свою очередь, съемочная группа телекомпании «Альтекс.Медиа» стала очевидцем и этой встречи. Вот депутат ваш, познакомьтесь, Соловьев Александр Юрьевич. А когда вы в Барата были? О, в 16-м году. Уже пошел четвертый год, как Александр Соловьев является представителем интересов жителей из данного избирательного округа в Думе Артемовского городского округа. И по его словам, он тоже в шоке от того, в каких условиях вынуждены проживать люди. Вчера мы вручали медали «75 лет победы» на Ломоносово, на Дальневосточной. Я посмотрел, вот, ну, как людям жить, вот, ну, как людям жить, вот, вообще, непонятно. С года в год, вроде бы, когда рассматриваем бюджет на следующий год, планируем, что здесь будем ремонт делать, там будем ремонт делать. В результате бюджет приняли, где что, как сделали, вот, ничего непонятно. Жители спрашивали депутата о том, как он видит решение этой проблемы – бездорожье. По большому счету, вот, тут, конечно, надо по-сухому сначала засыпать щипом, а потом уже к рейдерам проходить, потому что вот, ну, вот, здесь нет. Освещения и на тех улицах нет. Вот, с другой стороны, как ходить, когда не видно, вот, ничего, да? А дети в школу? А дети в школу. А дети в школу. Еще за справедение. Депутата Соловьева также возмутил тот факт, что на его округе за эти годы не появилось ни уличного освещения, ни дорог, кроме разве что одной в асфальтированном исполнении, ведущей в поселок от улицы Советской. Той самой зауженной с обеих сторон, выполненной по каким-то сказочным гостам. Тогда Александр Юрьевич тоже ставил перед собой задачу разобраться с таким непотребным строительством. Возвращаясь к проблемам жителей Сибирской, депутату был задан конкретный вопрос. В бюджете Артемовского городского округа на 2020 год заложены ли средства на грейдирование улиц поселка Ключи, в том числе и Сибирской, на что депутат пообещал разобраться. Я с этим вопросом буду разбираться. В ближайшее время я с ними буду разбираться, потому что на сегодняшний день на Ключах требуется не только Сибирская, но это и Ломоносово, это и Дальневосточное, потому что проехать невозможно. О том, что улицы поселка Ключи не пролазны, что здесь нет уличного освещения и не ходит общественный транспорт, депутат Соловьев прекрасно знает. Эти проблемы его избирателями поднимались из года в год. Прекрасно знает он и о резервном фонде главы, которым вполне можно воспользоваться для решения перезревшей проблемы хотя бы с дорогой по улице Сибирской. Дело в том, что вот у нас принимается решение, да, как они принимаются, я вот не знаю, мне бы это интересно было знать, да, как приоритеты расставляются. Потому что где первоочередные задачи? На сегодняшний день я думаю, что вопросов много. Все это без того. Вот вопросы с дорогами, вопросы, вот три года пытаюсь добиться, чтобы сделать маршрут, Буланаш, Ключи, станция, да. Потому что вот же сделали все, дорогу отремонтировали, да, асфальт хороший, значит, администрация ссылается на ГАИ. Прихожу в ГАИ, делаю запрос, да, как депутат. Прихожу, я говорю, что нужно? Они говорят, нужно, чтобы администрация составила маршрут. Вот полтора года обещают мне сделать маршрут. Вот в августе месяце прошлого года мне обещал Миронов, что маршрут они составят. Администрация Артемовского городского округа, по мнению депутата Соловьева, для решения проблем его избирательного участка стала как непокорная и неприступная стена. Это несмотря на то, что за те же дороги по 131-му федеральному закону отвечает глава муниципалитета. И ответы на все свои вопросы депутат ждет по году, а то и больше. На что Александру Соловьеву сами жители привели пример его коллеги Михаила Карелина. Как надо решать вопросы и отстаивать интересы своих избирателей через суды. Видимо, придется обращаться в суд, наверное, да. Обсуждая пути решения вопроса с дорогой, стоимость работ выяснилось, что среди пришедших на встречу с депутатом были местные жители, кто уже пришел встречать транспорт со щебнем. Сегодня, да как, будет щебенка, нет? Андрей Юрьевич подсуетился? Или нет? Понятно, что принято. Нас ведь сюда собрали, сказали, что придет щебенка. Да? Кофиму звонил. Когда? Он сказал, что сегодня придет щебенка. Сегодня придет щебенка. Мы проконтролируем. Прошу встретить, проконтролировать. Прояснить ситуацию удалось с помощью телефонного звонка руководителю жилкомстроя, который подтвердил, что в курсе ситуации и ремонт дороги будет, но в середине мая. Мы будем делать ремонт. Когда? Долго будет. Более пятнадцатого. Нет, ну... Это мы разговаривали, да, Андрей Юрьевич. Ну, просто, как бы, проблемные места там были. Подсыпка щебнем – весьма дорогостоящий ремонт. И, возможно, улицу Сибирскую порадует. Тогда другие улицы останутся в прежнем положении. Старшая-то школа, она вот идет, потом сейчас, говорит, ладно, снег, я, говорит, дойду. У тебя снег обкируют. Вот вчера мы... Маленький сын, семь месяцев. Жене с ним гулять надо и пойти. Она не может с коляской-то здесь меня и пройти-то. Так как, конечно, это пройдет. Решить проблему бездорожья в поселке Ключи можно, если бы чиновники просто проявили свою заинтересованность в этом, поразмыслив над безденежьем бюджета. Вспомнили бы о терриконниках бывших шахт, где сейчас залежи выработанной породы. Которая, кстати, применялась при строительстве дороги на Сухой Лог. Пообщавшись с жителями улицы Сибирской, Александр Соловьев пообещал заняться решением их проблем. И для начала попросил написать заявление на свое имя от жителей улицы. После визитов в поселок Ключи депутат побывал и в студии телерадиокомпании «Альтекс.Медиа», где с большим сожалению отметил печальную картину на своем избирательном округе. Картина печальная. Очень много вопросов к дорогам. Я так понимаю, не только на нашем участке. Почему-то никак не могу достучаться до администрации. Видимо, придется работать с прокуратурой в рамках законодательства Российской Федерации. Я являюсь председателем бюджетной комиссии. И когда у нас принимается бюджет, а он у нас плановый бюджет, у нас планируется ремонт, ремонт и дорог, и все основные виды работ у нас планируются. Но в результате, после того, как мы приняли решение, проголосовали за бюджет, непонятным образом все переиграли. Кто у нас принимает решение, непонятно. И из года в год, жители, приходя на обсуждение бюджета, очередного бюджета на следующий год, мы записываем одни и те же наказы. Стоит напомнить, бюджет Артемовского городского округа дотационный. На решение всех проблем муниципалитета средств, конечно, не хватит. А если учесть еще и расстановку приоритетов, которую так любит делать глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов в своих интересах, его нерасторопность и пассив в работе по вхождению в региональные программы, то приходит понимание, что еще не одно пятилетку жителей таких улиц Артемовского, как Сибирской, будут страдать от бездорожья, неосвещенных темных улиц и отсутствия регулярного транспортного сообщения. Поэтому выход один – резервный фонд главы и работа депутатов с прокуратурой и судом. Тем более, что положительный пример в Доме Артемовского городского округа по решению наболевших вопросов имеется.